Доброе утро! Наша программа продолжается и прямо сейчас хотелось бы поговорить о важной проблеме для всех родителей и их детей. Проблема эта заключается в том, каким образом зимой, в холода или там не очень холодную погоду правильно нарядить ребенка. У нас в гостях, как всегда, мы обращаемся именно к этому специалисту в моменты сложных вопросов. Екатерина Туринцева, заведующая детской поликлиникой новой больницы и мама. Мама Наталья Ворнова и Никита Ворнов у нас в гостях. Доброе утро! Доброе утро! Ну что ж, поговорим давайте о важном. Я помню свои отправки в садик по северу, по холодам, когда ты шевелиться не можешь, настолько плотно укутан. Что у нас, как у современных детей, обстоят дела со слоями одежды? Давайте поговорим об одежде деток. Мы будем говорить, как одеть ребенка все-таки от 2 до 6 до 7 лет. Трехслойность одежды сохраняется. Первый слой – это нательный. Цель этого слоя – удержать и отдать влагу с тела. Второй слой – это слой, который держит температуру тела. И третий слой – это слой защитный от ветра, снега, дождя, воды. Вот это трехслойность одежды. Итак, нательный слой – это всегда любая, минус 5. Сегодня пришел Никита? Да, конечно. А вот он посмотри, посмотри, вот так вот так навяжут примерно. Значит, мы немножечко поговорим о первых слоях. Итак, первый слой при любой погоде он должен быть. Это нательный слой. До минус 10 – это хлопчатобумажное белье. Вот это простые футболочки, трусики, маечки, которые должны быть у каждого, и есть у каждого ребенка. И, кстати, у меня вопрос, а можно ли выбирать обязательно термобелье, или можно? Термобелье, когда температура идет замену. Это обязательно? Желательно все-таки термобелье, потому что оно обеспечивает именно хороший теплообмен между телом и в условиях вот этих вот температурных режимов. Термобелье все-таки это современные наши очень хорошие технологии, которые позволяют ребенку, телу и дышать, и в то же время не скапливать влагу, не скапливать какие-то испарения от тела. А давайте как раз спросим у мамы Натальи, скажите, вы часто бы на Никиту надеваете термобелье? Ну, когда холодно только. То есть мы говорим вот именно о температурном режиме, когда на улице уже за минус 10. А колготки вот такие толстые, махровые, их можно считать термобельем или нет? Потому что я наряжаю ребенка в толстые, махровые колготки. Ну, не махровые, это я их так называю. Давайте так, такой вариант тоже допустим, потому что кто-то из деток предпочитает теплые колготки, пожалуйста. Но термобелье является все-таки оптимальным. Никит, тебе в чем удобнее, в колготках или в термобелье? Колготка. А носки-то уж не надо надевать, потому что мне там ничего не задирается и наибух с них попадет. Особенно в садики. Значит, тоже допустимо. Давайте перейдем к второму слою. Давайте. Второй слой. Цель это удержать и поддержать температуру тела. И здесь остаются старые материалы. Это остается шерсть. Может быть, шерсть с акрилом или флис. Современные материалы, аналог шерсти. Вот второй слой у нас точно так же представлен. Это светоручки различной плотности в зависимости от температурного режима. То есть, когда на улице 0-5 градусов, мы хлопчатобумажные можем даже использовать хлопок с акрилом или легкий флис. Ну вот сегодня на улице за 20 вы наверняка проснулись с утра, чтобы приехать к нам сюда на эфир вовремя успеть. То есть с утра, ну сейчас, наверное, еще как бы еще и потеплело. А вот сколько слоев на Никите сегодня? Давайте посмотрим. Классика. Давайте. У нас очень опытный. Так, специалист, боец. Вот в таком виде он ездит в садик, правильно? Давай встанем на ножки. Итак, трехслойность сохраняется. Под низом хлопчатобумажная одежда, футболочка, пожалуйста, та, которая прилегает к телу. И сверху у нас идет уже джемперок. Ну там два джемпера, я смотрю, не один, да? Я бы предложила маме одеть не акриловый, а все-таки или флисовый джемперок, или шерстяной. Ну один. Один, да. Ну и вот, как сказать, верхний слой одежды у ребенка – это комбинезон. И как раз то, к чему мы должны перейти, это тот самый третий слой, который, я так понимаю, дает финальное тепло. Финальное тепло. Значит, все-таки в современные дети мы предпочитаем комбинезоны, комбинезоны куртки. Единственное, что количество утеплителя здесь должно быть 200-300 грамм на изделие. То есть это должно быть достаточно плотно, если это зимний комбинезон, и 40 грамм, если это демисезонный комбинезон. На зимнюю одежду мы можем использовать флисовую подкладку или как шерстяную подкладку для этих изделий. Вот в граммовке утеплителя. Сейчас же очень много современных тканей и современных наполнителей, у которых там градация по наполнению совсем другая, даже меньше может быть. 40 может быть на зимнюю, в минус 30 можно спать. А есть или прям стандартная использование, когда 230 там вот эти единицы? Значит, здесь идет немножко градация в зависимости от того, насколько активный ребенок. Если ваш ребенок планируется просто, вы будете ходить, не давая ему двигаться, то здесь надо использовать все-таки утеплитель 280 граммов. Если ребенок у вас планируется для бега, для игры, для занятий на лыжах, на коньках, тогда, конечно, утеплитель должен быть меньше. Не забывайте еще от возраста ребенка. Если это ребенок двухгодовалый, он не сможет дать тот объем движения, чтобы себя согреть. Значит, малышам до 2-3 лет на минус 10-300 грамм утеплителя. Ого, хорошо. 200-300 грамм утеплителя на изделие – это именно стандарт для детей поменьше. Для детей таких, как Никита, конечно, на занятия спортом может быть и меньше количество утеплителя. Давайте у Никиты спросим. Никита, у тебя тепло на улице гулять? Да. Не мерзнешь? Нет. Удобно? Да. А что касается обуви, вот даже для меня, для взрослых, проблема бывает угадать, будет ли у меня тепло в сапогах в зимних. Вот расскажите, как вы выбираете обувь? Ну, вообще, когда холодно, мы надеваем шерстяные носки и валим. Правильно ли это, Екатерина Геннадьевна? Все абсолютно правильно, то есть та же трехслойность. Первое хлопчатобумажное – это к телу, второе – это шерстяное, так сказать, второй слой, и третий, конечно же, это обувь. Угу. Ну, давай мы, наверное, про совсем лялечек зададим вопрос. Как вот совсем малюсик надевают, который от нуля-то совсем? Значит, от нуля все то же самое. Это, прежде всего, комбинезоны или слипы. Первый слой – это нательный слой. Второй слой – это флисовый или шерстяной слой. И третий тоже самое – идет мешок или комбинезон. И в зависимости от температуры, когда у нас плюс 5, минус 5 – это 40 грамм утеплителя, когда идет температура ниже – это 200-300 грамм утеплителя, плюс еще флисовый какой-то пледик, когда совсем холодно. Друзья, у нас в студии были Никита и Наталья Вороновы, и наш постоянный консультант, который приходит к нам сюда в студию в прямой эфир. Каждый вторник, я говорю о Екатерине Туринцевой, заведующей детской париклиники Новой больницы. Да, сейчас у нас небольшой перерыв, после вернемся в эту студию, не переключайтесь.